Всем привет! Сегодня поделюсь рецептом двух домашних пицц. Одна будет сладкая, с яблоком и апельсином, вторая с сыром и ветчиной. Вы знали, что можно приготовить пиццу и любую выпечку абсолютно без возни с тестом и без замеса руками. Для этого совершенно не нужно иметь дорогостоящий планетарный миксер. Вполне для этой задачи подойдет обычный маломощный ручной миксер, который можно приобрести по цене 500-1000 рублей. Для замеса теста и для максимального удобства необходимо взять высокую узкую форму. Я использую обычную литровую кружку. Вливаю в нее 200 мл теплого молока, добавляю пол чайной ложки соли, одну чайную ложку сахара, пол чайной ложки сухих дрожжей. Сюда же всыпаю 300-350 г пшеничной муки и вливаю 2 столовые ложки подсолнечного масла без запаха. Можно использовать оливковое, если есть. У любого самого дешевого миксера есть вот такие насадки-спиральки. Они именно предназначены для замеса теста. Тесто на пиццу и более крутое, например, на пельмени, очень удобно замешивать именно в высокой и узкой посуде. Таким образом, тесто не болтается по широкой миске. Вот смотрите, сколько теста у меня получилось. Я накрыла пакетом, снизу прихватила резиночкой. И оставила тесто подойти на кухне на 1 час. Смотрите, какая высокая шапочка поднялась. Тесто стало пористым. Если у вас есть время, обомните тесто 2 раза. Но если время не в обрез, можно обмять тесто всего лишь 1 раз. Именно так сделала я сегодня. Затем рабочую поверхность присыпаю манкой. Именно так делают в пиццериях. Там, правда, используется манка из твердых сортов пшеницы, так называемая симолина. Разделила тесто на 2 части и расплющила в лепешку по 2 круглым формам. Диаметр моей формы 24 см по дну. Для первой пиццы основу теста смазываю кетчупом. Затем посыпаю немного тертого сыра. И сверху выкладываю нарезанную кусочками ветчину. Количество ингредиентов выбирайте на свое усмотрение. Кто-то любит больше сыра, кто-то меньше. Затем пиццу отправляю в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут. Ориентируйтесь на особенности своей духовки. Для второй сладкой пиццы вместо кетчупа за основу я беру джем. У меня джем из крыжовника, немного жидковат. И во время выпекания он начал пузыриться и зашел за краешки пиццы. Лучше для этой цели взять джем погуще или, если он жидковат, просто добавить в него крахмала, затем нанести на пиццу. Сверху можно положить любые фрукты на ваше усмотрение. Я сегодня использовала яблоко и апельсин. Выпекать такую пиццу также необходимо в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут. Если вам понравился мой рецепт, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо, что остаетесь со мной, смотрите мои видео, благодарю за вашу поддержку, лайки и комментарии. А я с вами на этом прощаюсь, желаю вам приятного аппетита, хорошего дня и отличного настроения. До новых вкусных встреч! Субтитры сделал DimaTorzok